Коммунальная авария в подвале дома номер 56 в поселке Веселая Балка оставила без отопления всех жителей двухэтажки. Из-за порыва инженерных сетей батареи быстро остыли. Жарко было только в квартире на первом этаже, под полом которой проходит труба. Более двух суток пары горячей воды окутывали жилое помещение. Представители управляющей компании устранять проблему не спешили. Вопрос стал решаться только после вмешательства прокуратуры. По словам местных жителей, за помощью в свою управляющую компанию они обратились сразу, как почувствовали, что температура в квартирах падает. Пришедшие на проверку коммунальщики объяснили, что произошла авария, однако устранять ее не торопились. Обратился я с жалобой в том, что у меня прорвало батарею горячей воды под полами. Я пришел в слесарку, она там находится в 38 доме, сказал, что так и так. Они говорят, мы сейчас придем. Пришли двое. Стали говорить, что это какой-то на крыше сбросник. Ну, полез один, говорит, нет, не сбросник. Потом сказали, что это прокладка какая-то. Они ушли, даже ничего не перекрыли. У меня испарение, парилка такая в квартире. По закону коммунальщики должны устранять любую поломку в холодное время года максимум за 16 часов. При этом управляющая компания ЖЭК, которая обслуживает этот дом, протечку горячей воды устранила только через два дня. И то после вмешательства прокуратуры района. В этой связи прокуратуры района с выходом на место была проведена проверка. Установлено бездействие управляющей компании, в связи с чем в адрес ее руководителя было внесено представление об устранении нарушений закона. Управляющей организацией безотлагательно с участием сотрудников прокуратуры района данное представление было рассмотрено. По результатам были приняты исчерпывающие меры, направленные на устранение аварийной ситуации и подача тепла в жилом доме была возобновлена. Материалы проверки были направлены прокуратурой района в инспекцию государственного жилищного надзора по Волгоградской области для дачи правовой оценки бездействия управляющей компании. Если вина коммунальщиков подтвердится, то организации грозит штраф до 300 тысяч рублей. В случае подобных ситуаций каждый житель региона может сообщить о проблемах с отоплением по телефону горячей линии Госжилнадзора. Сабина Саблина, Максим Ищеряков, Вести 34.